Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. Студия Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Реакция Европы на кризис с наплывом мигрантов, пересекающих на лодках Средиземное море, ненадлежащая. Такое мнение выразил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раат Аль-Хусейн. И отметил, помощь в спасении беженцев должны оказать и азиатские страны. Подробнее об этом в следующем сюжете. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раат Аль-Хусейн. Верховный комиссар ООН по правам человека ещё раз призвал мировое сообщество обратить пристальное внимание на эту проблему. Своё заявление он сделал во время выступления в Женеве. Он выразил обеспокоенность, сказав, что в ЕС делают большой упор на усиление границ и вооружения. По его словам, необходимо уважать международные стандарты прав человека. Среди этих мигрантов одни из самых уязвимых людей в мире. Страны-члены ООН должны проявить к ним более человечное и менее сухое отношение. По словам Зейд Раат Аль-Хусейна, план ЕС по приёму за несколько лет 20 тысяч мигрантов не отвечает реальности. Он также остановился на проблеме народности Рахинджа. Эти люди тысячами бегут из Мьянмы по морю от преследования со стороны власти и местного коренного населения. Но в Индонезии, Малайзии и Таиланде, куда следует на лодках, их принимать отказываются. Недавно ситуация обострилась. Сотни представителей Рахинджа не могли найти себе пристанище. В итоге индонезийские и малайзийские власти согласились предоставить им временное укрытие. Предоставление временного убежища приветствуется, но решить более глубокие проблемы это не может. Эти люди имеют право на свободную и достойную жизнь в Мьянме. Вместо этого они подвергаются широкомасштабному и систематичному преследованию на этнической и религиозной почве. Им также отказывают в получении гражданства и в предоставлении экономических, политических и социальных прав. Аль-Хуссен также раскритиковал политику Австралии в отношении мигрантов, лодки которых перехватывают еще в море. Людей отправляют в центры временного содержания, которые, по мнению Верховного комиссара ООН по правам человека, не отвечают стандартам. За прошедшие сутки в зоне АТО под огнем со стороны боевиков погиб один украинский военный, еще восемь получили ранения. Террористы обстреливают позиции украинских войск и мирное население из тяжелых вооружений. Накануне в ходе обстрела Горловки погибли три человека, один из них ребенок. На Мариупольском направлении тревают перестрелки в районе населенного пункта Широкине. Тут, кроме активного использования против наших подразделений, боевиков 122-мм артиллерии, минометов калібром 120 мм, а также работы снайперов, боевики использовали против наших военнослужащих самовыходную артиллерийскую остановку калібром 152 мм. Это, а также и другие тяжелые оружия, боевики ховывают в тем временем окупованной саханцы. В связи с тем, что огонь боевиков несет активную загрозу нашим военнослужащим, силы АТО открывали огонь в ответ. На Донецком направлении ситуация остается не более сложной, бои в районе аэропорта не прекращаются, под вороживанием огнем наши позиции в районе Пескев, Авдеевки и Марьинки. Не включает огонь противника также и на околицах Горлевки. Идется про селище Кирове, Лозове, что рядом Светлодарська. Также наши позиции в Волновайском районе двое были обстреляны с реактивных систем залпового огня ГРАД. На Луганском направлении боевые действия продолжают практически по всей линии Зитнания, от Золотого и до станицы Луганской. В Житомире представили электроавтобус, изготовленный на Луцком предприятии «Санрайз». Он будет ходить в один из районов города. Основой автобуса стал всем известный и привычный Богдан. На место двигателя внутреннего сгорания поставили электрический. Вместо топливного бака установили аккумуляторный батарей с выходом к розетке. Украинский электроавтобус может проехать без подзарядки 250 километров. Заряжается он от электросети 380 вольт. На 100 километров нужны 50 киловатт электроэнергии. Автобус набирает скорость максимум 70 километров в час. Лесные пожары в Канаде мешают добыче нефти. Три компании были вынуждены эвакуировать сотни рабочих с предприятий, расположенных на месторождении нефтяносных песков. Два из них приостановили добычу нефти. Огненная стихия также вынудила одну из компаний временно закрыть свое предприятие по добыче природного газа. Из-за стихийного бедствия объем добычи черного золота из нефтяных песков в Атабаске сократился по меньшей мере на 230 тысяч баррелей в день. Это 9% от общего объема добычи на этом месторождении. Согласно прогнозу инвестиционного банка США Мэрил Линч, если пожары и дальше будут мешать нефтедобывающей отрасли, это может сократить экономический рост во втором квартале на 0,3%. Местная власть сообщает, в регионе бушует 70 пожаров, 20 из них вышли из-под контроля. Сейчас эвакуированы тысячи местных жителей. В Швейцарии завели уголовное дело против неизвестных лиц по подозрению в преступной безхозяйственности и отмывании денег во время выбора хозяев чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах. Из штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе изъяты некоторые документы и данные в электронном виде. В заявлении прокуратуры Швейцарии отмечаются, собранные материалы позволят открыть уголовные дела не только в Швейцарии, но и за рубежом. Сегодня в Цюрихе сотрудники ФБР и швейцарской полиции арестовали несколько высокопоставленных функционеров ФИФА, которых подозревают в получении взяток в особо крупных размерах. Их могут экстрадировать в США. В организации отвергли возможность проведения новых выборов хозяев чемпионатов мира. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok